Мы едем на Каяшеское озеро. Кругом степи-степи и очень плохая дорога. Всем привет! Итак, вот она Керчь. Мы жили примерно где-то вот в этом районе. И нам нужно было ехать на Каяшеское озеро. Путь 62 километра плюс-минус. Озеро Каяшеское находится на юге Керченского района, в Пукском заповеднике. Вот, собственно, оно вы увидите. Можно ехать по верху, через деревню Огоньки-Мариевка. И дальше уходит тропинка. Либо по низу, через Заветное набережное. Вот через как раз эту дорогу. Туда мы ехали через верх, обратно через низ. И вот мы въезжаем в ту самую деревню Огоньки-Мариевка, про которую я говорил. И да, кстати, лайфхак. Перед тем, как ехать на Каяшеское озеро, обязательно заедьте где-то Керчевка в маркет и купите еду воды. Что вам нужно, потому что по пути будет буквально два каких-то магазинчика, и они никакие. По дороге, что касается природы, ничего интересного. Слева степь, справа степь. Дорога, как вы видите, убитая, в ужасном состоянии. И вот мы подъезжаем уже... Точнее, мы проехали Мариевку, подъезжаем к Борисовке. И вот после нее, посмотрите, дорога просто заканчивается. И ее не будет. Мы попались на эту дорогу, спустя минут, наверное, 30 в ходу, можно по правую руку будет увидеть озеро Киркояшеское. Но из-за засухи можно заметить, да, что это просто какая-то насыпь соли. Ну, короче, оно высохло. Вот, а по левую руку будут просто степи, степи, степи и больше ничего. Еще, наверное, минут спустя, минут 30 мы немножко там заблудились. Нас охранник из этого заповедника правильно направил и показал, куда нам ехать. Вот вдалеке вы уже можете видеть, что видяется Киркояшеское озеро. И, в принципе, уже идет передача, что оно действительно розовое, но тоже оно уже, конечно, подсыхает. И эффект, наверное, уже не тот, как, наверное, в июле. И также можно заметить, что за нами движется тоже колонна. Мы там ехали, так сказать, не одни. Несколько машин, которые тоже так же, как и мы, заблудились. Вот они и это, кстати, малая часть. Дорога вся такая же по бездорожью. Если вы на седане, то, конечно, готовьтесь черпать все это дело пузом. Ну, потому что, подъезжая ближе к Каяшскому уже озеру, вот прям, чуть позже, там прям вообще там такие будут перепады дороги, что, ну, капец. Обязательно берите с собой на всякий случай домкрат и запаску. Мы на Каяшском озере. Оно реально розовое. Смотрите, какой здесь ветер. Помогите, я помню, у меня ступает веку. И все-таки почему озеро розового цвета? В древности на месте озера располагался кратер грязевого вулкана, скрытый водами Черного моря. Набегающие волны столетиями формировали пересыпь из песчаника, постепенно превращая залив в замкнутый водоем. В иловых отложениях на дне развивались рачки Артемия Салина и одноклеточные водоросли Дунальела, за счет которых сама вода и кристаллы соли преобразуют фантастическую розовую окраску. В общем, когда вот эти водоросли Дунальела цветут, тогда и озеро максимально розовое. Обязательно у вас с собой должна быть вода, чтобы когда вы выйдете из озера, вы должны обязательно помыть ноги, потому что ноги буквально через минуту стянут очень сильно, так как консистенция соли в озере очень высокая. Поэтому обязательно вода должна быть с собой. Ну вот, в принципе, и все, что я хотел вам показать. Хотя нет, кое-что я забыл. Смотрите. Посмотрите, какая красота. Это тоже Каяшеское озеро, а справа Черное море. Мы стояли здесь, и от этой косы нас отделяли буквально 300 метров, но почему-то мы затупили и уехали, и вспомнили про это место только потом. Обязательно, если там будете, не поленитесь, дойдите или доедьте до самого берега, до этого потрясающего пляжа. Качество дороги вы видели на предыдущем кадре. Камера со стабилизатором не спасает, все трясется. Полное вот такое вот бездорожье. И это, кстати, мы едем обратно по нижней дороге, то, что я вам показывал в самом начале, через Заветное. Но по этой дороге стоит поехать, потому что вы попадете на очень-очень красивое место. Вот мы как раз к нему сейчас поближаем. Слева озеро Тебеческое. Оно почти уже все пересохло, как вы видите. А справа у вас будет Керченский пролив, и какое-то место классное. Вот сейчас увидите. Мы на нем провели минут 30, но из-за сильного ветра, из-за сильных волн, нас постоянно накрывало водой. Мы там долго не смогли быть, и поехали дальше. Спасибо, кто посмотрел этот выпуск. Поставьте лайк и напишите комментарий, наткните на колокольчик. И до новых выпусков. Наслаждайтесь этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok